всем привет ребята сегодня такой сделаю небольшой обзорчик про небольшой такое пивной напиток если можно его как таковым назвать но сразу говорю что пиво вот этот охота крепкая не не рекомендую никому его употреблять если даже употребляйте то употребляйте пожалуйста умером количестве как написано на сайте производителя любом любого пива или на этикетке любого пивного напитка или пива так что вот такая вот ситуация у нас сложилась сегодня ну а дальше если вам интересно то смотрите если не интересно то не смотрите просто люблю это пиво а вот и все остальное мнение мне как-то да фене сейчас я вам покажу кое-какую информацию по охота крепкая раньше конечно делалось полторашка охота крепкая даже были времена может быть года четыре назад если не пять лет назад делали даже два с половиной литра пива я все покупал такой вот баклажка но это были времена конечно сейчас законом конечно все запретили сейчас минималка вот у нас не полторашка по емкости наверное вот здесь 135 литров здесь объем справа указан внизу этикетки ну наливают они конечно по полной здесь ничего такого то если взять целую бутылку вот она вот здесь вот где-то примерно он оболтается не то бишь вот здесь вот где-то вот а вот именно вот здесь вот такой то есть под горлышко не заливают я думаю что это и соответствует то емкости которые написано здесь его кстати классная мне нравится вещь сажусь в интернет ничего не делаю короче там и что в 9 заканчиваю по шарам дает принципе а уже в организм вошло то есть адаптировалась получается тело у меня принципе плотные не более такой узкая вешу там где-то сто пять сто шесть килограмм так что вот это усвоимая емкость она в принципе вполне подойдет здесь машинка просто стирается вот шумик здесь выпиваю ничего так приятно телу становится в голову отдает так замечательно уже после 2 я имею ввиду вот этой баклажки холодненько здесь холодильник только вытащил вот утром стою ну до часов девяти буквально до пол десятого водички маленько попиваю чай крепкий все и готов трудообороне к работе вообще потрясающе вот здесь налил тут остатки у меня той бутылки сейчас вот новый долью этот мой на чемпионат мира по футболу ездили в восемнадцатом году на стадион тут вот такие вот стакана наливали пиво пиво кстати там только продавался алкогольная слабая такой бат все кто был на чемпионате мира конечно знаю марка бат продавалась конечно есть счет у меня стакана сувенирной тем такая смотрите вот как выбрать пиво охот крепкая магазине но я беру в красном и белом она кстати там свежий всегда привоз свежий но у них она как сказать она у них берется так вернее привозится свежий пиво по продаже то есть у них такая маркетинговая компания если товар берут покупатели соответственно идет анализ мониторинг отслеживается там у них выше где-то и все и соответственно если покупается пиво то соответственно но и привозится ну я вот каждый день покупаю поэтому здесь магазин у нас местные поблизости где полкилометра вполне свежие пиво постоянно привозит свежие как понять свежие пиво вот здесь вот у нас указана дата вот она дата указана нижняя строка это дата производства пиво вернее выпущенного верхняя строка чуть выше это не дата производства это дата последний в употреблении то есть срок годности все иногда путаются то есть верхние это не срок годность производства а срок годности а нижняя строка даже время указано 2 часа 10 минут ночью это дата производства если дата производства здесь указано вот сегодня у нас 8 марта 2020 год здесь дата производства указано 13 02 2020 то есть 13 февраля это пиво изготовили если эта дата превышает спустя ровно месяц то есть 14 уже нас марта как будто да все все это по вкусу по вкусу даже если но и холодное пиво все это не пиво вкус уже совсем другой делается можно конечно терпимо но для алкашей можно и дата 40 годности пить до 12 июля 2020 года но я пью пиво со вкусом с ароматом чтобы так аппетитно она пилась они просто так ну закусочек они хорошие бывает козы покупают татарская здесь у нас татарские села делают козы каталочка где-то рублей 350 что ли стоит бывает орешки фисташки покупаю ну как на вкус она идет но в основном я его пью с аракетом соленым она по вкусу хорошие то есть если срок с даты изготовления превышает больше месяца это пиво можно пить можно купить но по вкусу она теряет уже такие незначительные свои вкусовые качества это я вам говорю особенно если теплое это что-то вот то есть как выбрать вот это пиво именно ход крепкая именно вот в баклажках таких пластиковых про бутылочные баночные я не говорю потому что я его не употребляю как бы ну так редко когда если там может быть куда-то где-то чего-то можно там выпить пол-литра но бутылочные баночные по срок годности вот я не смотрю вернет зад изготовления она всегда пьется почему-то нормально а вот именно вот пластиковых бутылках вот такая языкономерность у этого охота крепкая почему не знаю то есть больше месяца зад изготовления желательно не брать можно найти другую точку какую-нибудь магазину там и соответственно рассмотреть это покупку рассмотреть ночью я глотнем пивать обычно так один глоток два гладко пью вот сейчас один глоток у и по мне достаточно сейчас вот орешки бы закусил у меня орешки на диване там интернет сижу смотрю блогеры всяких на ю тубе вот такая фикция ну сам короче я тоже делаю пиво свое тут варил вот здесь вот на газовой плите кастрюля огромная была тут чиллер ролик насмотрелся на ю тубе свое пиво уже 8 варок сварил но могу сказать тяжко это занятие если вы автоматически было пивоварная там за тысяч 60 и не за 70 то соответственно там и производственные мощности были бы больше там и 50 и 60 литров а у меня че тут сегодня немножко ну кастрюль не это она больше такая большая к эмалированной пищевая там шланг сделал все чиллер а все это все перегонял соло закидывался это хозяйство так что вот и маленькая бросилась занятия там 7 часов или 8 часов варки занимает хозяйство не чё-то маленьком утром это дело да и сырье на покупать другом городе у нас не продают его а так вот такая вот тема охота крепкая ну там у меня роликов конечно есть тоже многие отрыжка он прошла тоже ролик много там есть тоже про это ход то же самое выкладывал там пишут да всем нравится но это знаете пиво-то ну понимаете она на любителя на любите для вот балтика есть балтика девятка да есть там не знаю тэшка там крепкий и все там подобно это что-то это такое его балтика девятка големый спирт конечно пиво для алкашей как говорят ноги охота крепкой тоже там где алкаши ну здесь короче там написано вот компания хайникин делает серьезной компании и хухры-мухры и отсутно что осталось 13 минут куртку там стирается два полотенца вот такая хрень ребята ну ладно всем пока и удачи пейте пиво пенная просто охрененная охота крепкая